Сегодня мы решили приготовить, показать вам, как готовится утка. Мы решили, что это блюдо очень подойдет к новогоднему столу, к рождественскому столу, так как в преддверии у нас новогодние праздники. Почему птица? Ну, наверное, потому что в данном случае утка – это необычно. Ну и в то же время это будет интересно. Покажем вам сейчас рецепт, который, наверное, все хотят, да, так сделать, чтобы сделать быстро, вкусно, качественно и без всяких заморочек, так назовем это дома, в домашних условиях. Что нам для этого понадобится? Небольшой набор специй, я объясню, какой, и маринад у нас есть. Также есть яблоки, апельсин и сама, собственно говоря, утка. На что нужно обратить внимание при покупке утки? Естественно, утку будут покупать все заморожены, поэтому упаковке нужно обратить внимание на то, чтобы она была без подтеков синих, без ударов и так далее. То есть целостность кожи, все остальное. Ну, естественно, там уже предпочтения у каждого свои есть. Первая, вторая категория не столь важна. Самое главное – процесс ее разморозки. Утка размораживается фактически сутки. Это нужно знать. Если хотите сделать это быстрее, то можно взять кастрюлю с холодной водой и ее туда опускать, опустить туда утку и заливать холодной водой. Помните о том, что воду нужно менять будет примерно каждые 2-3 часа. То есть вы увидите, что утка разморозилась. Дальше. Как уже по размороженной утке определить ее свежесть? То есть можно нажать пальцем на мясо. Вот если оно упругое и оно отходит, значит утка свежая. Если утка мяса не отходит и вмятина остается, это говорит о том, что птица старая, мясо птицы старое уже, и она будет жесткая. Поэтому желательно ее не готовить и отнести, наверное, назад, там, где вы ее брали. После того, как мы ее разморозили, проверили наше качество, что это птица свежая, нужно будет произвести еще некоторые малипуляции с птицей. То есть очистить остатки пуха и так называемых остатки перьев. Мы произвели это. Это можно сделать. Мелкий пух удаляется с помощью горелки, остальное удаляется с помощью пинцета. Если вы где-то там пропустили одну-две, в этом, собственно говоря, ничего нет страшного. То есть у нас вот подготовлены есть еще апельсины, есть яблоки. Это, в принципе, стандартный набор, то, что дома есть у всех в холодильнике. Еще один очень важный момент. При подготовке самой птицы нужно удалить железу, иначе после приготовления блюда, так скажем, может появиться специфический вкус. Поэтому мы это делаем удаляем. Берем вот так вот нож, и хитрыми движениями с хвоста эту железу мы срезаем. Вот, как вы видите, это все нужно удалить. Процесс на самом деле не сложный. Но сделать это нужно обязательно. Так скажем, лайфхак для тех, кто этого не знал. Так, убираем это в сторону, на нашу доску. Дальше. Что мы сделаем с самой уткой? Сейчас мы возьмем наш маринад. Предварительно подготовленный. Для маринада вы можете использовать, собственно говоря, что угодно. То есть это может быть, любители есть такой более сладкой. То есть можно использовать там апельсиновый джем совместного с яблоками, с фруктами. То есть мы заложим сегодня вовнутрь дольки апельсина и яблоки. Естественно, с этим можно сочетаться там такие специи, как там травы и так далее, джемы. Фруктовые разные. Мы применяем смесь. То есть мы берем там перец, мы берем немножко гвоздики, немножко корицы. Все это с фруктовым сочетанием с фруктами очень дает вкус и аромат. Вот. Ну, естественно, там розмарина немножко. Ну, и, собственно говоря, сам соус на основе. Ну, это не сладкий. В нашем случае это фирменная вещь. Но вы можете использовать абсолютно любой, который захотите. Я думаю, что у всех, так скажем, так или иначе, есть какие-то, ну, назовем это, да, что ли, закатками. То есть у кого-то есть там варенье, джемы и так далее. Не нужно, значит, портить продукт и использовать разного рода майонезы и кетчупы. Для этого, ну, собственно говоря, есть много других вещей. Как минимум можно использовать, то есть это стандартный, наверное, соевый соус. Соевый соус в сочетании хорош, ну, со многими продуктами, да. Наверное, можно сделать на основе соевого соуса, то есть добавить оливковое масло, добавить смесь, там, перцев пяти я использую. И, собственно говоря, то, про что я уже сказал. Это молотая корица, это молотая гвоздика, может быть, то есть вот такая. Она будет, птица, очень ароматная. Опять же, мы используем сейчас вот фрукты, яблоки и апельсины. Многие могут использовать у себя, наверное, по традиции, что ли, или так уже по полюбившемуся вкусу. Рис, например, там, это может быть, там, курога, чернослив, там, что угодно. То есть, по сути дела, здесь нету каких-то ограничений. Каждый готовит это блюдо, может добавлять специи и ингредиенты для начинки этой птицы по собственному вкусовому предпочтению. Так, мы натерли нашу птицу, подготовили. Сейчас мы приступим к фруктам. Ну, желательно вообще птицу в маринаде поддержать как бы, ну, хотя бы ночь. Вот так вот это сделаем. Ну, так как бывает, что нету возможности, или вы хотите сделать это быстро, то есть вы ее замариновали, быстренько и положили в полуэтиленовый пакет, завязали, положите куда-то вот, ну, в комнатную температуру, чтобы оно полежало. Ну, пока хотя бы будете делать эти манипуляции, будет быстрее. Мы могли бы сейчас сделать то же самое, но неэстетично это будет выглядеть, поэтому подготавливаем пока наши фрукты. Апельсины мы берем, вот, разделяем на дольки. Апельсины нам дадут свежесть, собственно говоря, сладость. Я думаю, яблока одного нам будет достаточно. С яблоком мы поступаем следующим образом. Удаляем семенное гнездо и режем тоже на крупные доли. Вот, собственно говоря, вся самая сложная часть подготовки нашей птицы и всего остального, она закончилась. Денем перчатки, не испачкаться. Масло. Ну, дома это можно сделать. Опять же, кто как привык. То есть, ну, кто-то наливает масло. Но, кстати, наливать масло на противень не нужно. Маслом нужно смазывать. Потому как нам не нужен здесь жир излишний. Птица будет выделять сама свой сок, жир при выпекании. А нам понадобится всего лишь от масла функция такая, чтобы наша птица не пристала. Поэтому мы немножко наливаем масло совсем. Смазываем. Дальше берем нашу утку. Красота. Начинаем ее яблочно-апельсиновой, так скажем, смесью. Ну, вот, собственно говоря, некоторым советуют там ее сшить или все остальное. Сейчас мы будем ее ставить в духовой шкаф, выпекать. Можно здесь вот так вот и сколоть зубочистками. Можно не скалывать, если этого нет. Особо страшного ничего здесь не произойдет. Единственное, что смотреть нужно, чтобы вот эти части, крытые, например, там вот как крыло, оно держалось птицей. Ну, собственно говоря, и все. Отправляем ее в духовку на температуру 180-200 градусов примерно на 2 часа 15 минут. Итак, прошло 2 часа, грубо говоря, 15 минут. Ну, то есть примерно 2-2,5 часа. Это происходит. Наша утка готова. Посмотрите. Красота. Ну, сейчас у многих есть датчики на кухне 75, примерно 80 градусов должно быть температура внутри. Это уже понятно, что птица готова. Любой продукт, в принципе, готов. То, что выше 72 градусов. Ну, здесь 75, 80. Либо ориентироваться уже, так скажем, на визуализацию. Это можно проверить либо там зубочисткой, либо кончиком ножа протыкавшим. Что мы сейчас, в принципе, с вами сделаем. Смотрите, мы берем грудку, мы понимаем. Смотрите. Никаких вопросов. Можно поступить в несколько этапов, да, чтобы это было проще, например. То есть мы сейчас давали, вот ее запекали в таком виде, в каком она есть. Некоторые используют там дома, привыкли уже к рукавам для запекания. Можно использовать фольгу. Ну, здесь уже, ну, смотрение на ваше. Но, если вы запекать ее будете в фольге, помните, что примерно где-то часа полтора она должна будет испечься в фольге. После фольгу нужно будет раскрыть. И еще примерно минут 40 ее запекать, чтобы она взялась, ну, то есть на ней получился колор. Красивый цвет корочки. Вот это вот все остальное. Ну, в рукаве для запекания, в принципе, все то же самое. Естественно, в фольге, либо в рукаве она будет готовиться быстрее. Ну, мы поступили, как скажем, по классике. Поэтому пробуйте, готовьте. Приятного аппетита!